Большое спасибо. Я думаю, что наша сессия автоматически перешла на английский язык. Но попробую продолжить на английском. Мы сегодня много говорили о гетерогенности нейробластомы. Десятилетиями мы уже знаем, что основная причина этой гетерогенности нейробластомы заключается в геномах, в разных вариациях, копированных профилей, экспрессии, которые позволяют работать с разными подгруппами нейробластомы, которые находятся в неравном клиническом положении, сегментальные хромосомы аберрации или разные профили экспрессии. И я хочу начать с экспрессии. А прежде всего я покажу различия в экспрессии. Этот проект мы начали вместе с университетом в Кёльне, университетской клиникой в Кёльне. И мы постарались валидировать данные и какие различия существуют между группой пациентов в низкой и средней группе риска, когда речь идёт об искрессии гены. Первая группа мы рассматривали. Мы хотели сопоставить эти группы биоинформатику, и мы создали такой конвейер биоинформатики, который вписывается в конвейер, который используется в Кёльне и Гейтеберге. И мы достигли почти 100% совпадения, совпадаемости. А потом мы перешли к кластерному анализу, к анализу некоторых отдельных групп. И, к сожалению, не смогли полностью подтвердить наши данные по нашей коготии пациентов, несмотря на хорошую сопоставимость и согласие на уровне биоинформатики. И эти образцы либо благоприятными, либо неблагоприятными считались. И, к сожалению, в нашей когорте по клиническим данным мы не увидели очень больших различий. И мы хотели узнать, что не так у нас пошло. Мы расширили свою когорту, добавив ещё биокогорту из другой клиники, из Екатеринбурга. Мы используем другую платформу, которая дешевле. Но она нам позволяет в то же самое время анализировать профили генных экспрессий и создать аналогичные кластеры. Используя эту нано-когорту, мы получили лучшие кластеры. Но также мы не увидели больших различий в уровнях выживаемости. Мы немного были даже разочарованы. Но после этого мы, обратились также к литературе, взяли очень много данных из литературы, мы увидели, что очень много групп создали свои собственные классификаторы генных экспрессий в Германии, в Японии, в Америке, в других странах. И молекулярный метаанализ помог нам выбрать несколько генов, которые присутствуют в нескольких классификаторах, и обнаружить, смогут ли предсказать исход этих генов. И эта работа была сделана. И она продемонстрировала, что этот разделенный классификатор прекрасно прогнозирует исход. И мы создали несколько предикторов для разных групп. Вот, например, 18 генов было достаточно для прогноза выживаемости в пациентах в группе высокого риска. И мы... Ну, Сандель, наверное, разочарован немножко, да? И мы тоже удивлены были, да? Мы тоже были удивлены. Сколько же нам генов-то нужно для ошибкоустойчивой классификации? Точно так же, как в бластоме мозгового вещества, мы пытаемся определить, сколько же нам нужно генов, чтобы подразить пациентов на подгруппы с разными исходами. Например, по медулярной бластоме достаточно экспрессии 22 генов. Мы использовали технологию наностреи. Основные образцы в нашем центре из ткани FFP. Хорошая техника. Вот используют такой материал. И мы создали эту кастомизированную панель. Тут 42 гена. Они присутствуют в различных классификаторах. И мы увидели, что есть определенное распределение тут. Ну, почти бинарное, двоичное. Ну, и больше, даже не только. И мы увидели несколько кластеров. Но в основном-то такое двоичное разделение. Оно слегка коррелировало с этими генами в клинической группе, но не совсем коррелировало с реальным исходом. А вот это более мелкие наборы генов, которые очень хорошо коррелировали с исходом. И мы видели гены, эту экспрессию дифференциальную генов во всей когорте пациентов, также в когорте низкого и среднего риска. Вот эти гены, которые ассоциировались с неблагоприятными событиями. И наоборот. Вот эти коррелировались с благоприятным исходом. И то же самое по пациентам в группе высокого риска. И, наконец, когда мы это объединили, то есть те гены, которые дифференциально экспрессировались у пациентов с хорошим исходом и с плохим исходом, и мы увидели так называемые благоприятные гены и неблагоприятные гены, в кавычках. Потом сделали коррелирование метаболических путей КЕГ. Большинство генов принадлежали к разным метаболическим путям и метаболические пути нейрофинов. Но большинство неблагоприятных генов, собственно говоря, это было уже явно связано с раком. Мы использовали данные только экспрессии неблагоприятных генов и экспрессии благоприятных генов. То есть мы их разделили, когда мы смотрели на бессобытийную выживаемость пациентов. И следующее, это тоже связано с предыдущими докладами, это экспрессия ТЕРТА. Здесь очень хорошо показано, здесь есть классификация нейробластома, она хорошо очень коррелирует с этим, и об этом также у нас в предыдущих докладах. Высокая экспрессия ТЕРТА коррелирует с неблагоприятным исходом, и выживаемость этих пациентов не отличалась от пациентов в группе с амплификацией. Этот слайд показывает активацию ТЕРТА, вызванную НЕКО. И также мы решили посмотреть, нет ли каких-то различий. Также в других протеинах, то есть если посмотреть, заглянуть, помимо вот этой экспрессии, протеин-кодированных генов, если взять МИР-128А, вот этот маркер, он пришел из исследований в онкогематологии, онкогематология, собственно говоря, много она, мы не делали это исследование, для нас это не так интересно. Сейчас мы увидели, что БМАЙ, это одна из мишеней, МИР-128А-20Т, это обычно онкосупрессор, КРМЛ, АБМАЙ, это активатор теломеразы, и также это закодированная последовательность МИР-128А-30Т, это специфический антагонизм ТЕРТ-ЗИП-2-гена, и мы провели урок анализ, чтобы обнаружить корреляцию, уровень корреляции между экспрессией ТЕРТ, и бессобытийным выживаемый МИР-128 с бессобытийным выживанием, и мы видим, высокая экспрессия ТЕРТ коррелирует с беспроцентной выживаемостью, и наоборот, МИР-128А-экспрессия, она тоже коррелирует с приятным исходом. Мы видели комбинацию повышенной регуляции ТЕРТ, и повышенной регуляции МИР-128А-20А-ТЕРТ. Мы смотрели выше и ниже пороговых величин, и здесь коррелируется с низкой бессобытийной выживаемостью, и не отличается от случаев с амплификацией микроэкспрессии. Уровни выживаемости для пациентов, у которых одна экспрессия аномалии здесь существует, либо высокая экспрессия ТЕРТ, либо низкая регуляция МИР-128А. Это промежуточное выживание, средняя выживаемость. Третья группа, она была очень гетерогенной, и тут были аберрации генетические, делиции 1П, и это дало нам дополнительную прогнозную значимость в этой группе. И, наконец, самая благоприятная группа пациентов, это те пациенты, которые сохраняли МИР-128А экспрессию и не снижали экспрессию ТЕРТ. У них был хороший исход, и только у двух пациентов была деляция 14 гена. У оба этих детей были неблагоприятные события. Но это физика школьная. Электрическая цепь у нас, и там либо активация МИКОН, и последующие ТЕРТ активации, или снижение регуляции МИР-128А, и тут яркий свет, потому что ток идет, а средняя ситуация тоже регулирования ТЕРТ, или пониженная регуляция МИР-128А ассоциируется с промежуточной выживаемостью. Это промежуточный уровень ток в сети, и напряжение может быть низким, если тут МИКОНа, или сохраненная экспрессия МИКОНа. То же самое с прогрессированием заболевания и беспрогрессивной выживаемостью, когда мы сравнили. Мы хотели провести валидацию этих данных. Мы используем независимую технику. Для этого НАНО используют панели с 798 микро-РНК. Это была панель. Брали группу с сохраненной экспрессией МИКОНа, и без экспрессии, с утраченной экспрессией. Мы смотрели на пациенту с высокой или сохраненной МИКОНа 128 экспрессии, и тут значительные различия с выражением всех других МИКОНа. РНК. Также мы постарались выяснить, посмотрели на эти случаи, с сохраненной или сниженной экспрессией МИКОНа 128. Мы проводили анализы этих экспрессий и увидели сигнаторы, некоторые, которые ассоциируются с повышенной и пониженной регуляцией микро-РНК. Видели три гена, которые интересуют нас здесь. НКП 0, 3145. И это есть уже давняя публикация 2003 года, японская публикация. Тут высокая экспрессия ассоциируется с хорошим прогнозом нейробластомии. Мы также обнаружили, что мы обнаружили, что в группе с пониженной регуляцией МИКОНа 128 экспрессии 2 гена. Наоборот, докладчик говорит, извините, я по-другому начну, я не так сказал. Вот те пациенты, у которых это экспрессия микро-РНК 128а, пониженная регуляция этих 2 генов, это рак, это тесты с антигеном. И логично отсюда перейти к конкоиммунологии, рассматривать эту опухоль. Мы можем сказать, что касается наших результатов в этой области, прежде всего, мы можем это упомянуть, что касается иммунологии и неврогостома, это синдром апсоклонуса, миоклонуса, этимологически это парагностический синдром, мы сопоставляем эти случаи по панели генной экспрессии, связанные с с онкоиммунологией, с иммунологическими метаболическими путями при раке. Мы видим, что значительная есть разница между этими опухолями по генам, которые вовлечены в регулирование, в общее регулирование иммунного ответа на опухоли, и в особенности в подмножествах функции В-клеток и Т-клеток. Для нас также было интересно обнаружить другие различия, вернее, есть ли они вообще в иммунологическом регулировании опухоли высокого риска. Есть пилотная группа, мы здесь увидели различия пациентов с амплификацией, с единичной копией с МЭКа, но мы не увидели большой разницы также в иммунном ответе между случаями с МЭКа на отрицательной, МЭКа на положительной группой, но есть такие особые подгруппы пациентов, где многие гены были включены в панель, была повышенная регуляция, и эти гены были включены во многие собственные функции клеток, которые отвечают за иммунный ответ на рак, и сейчас мы стараемся выявить, имеется ли биологическая основа и являются ли эти данные клинически значимыми, и еще геномные данные, я не буду говорить о мутациях и секвенировании, я просто хочу сказать несколько слов по поводу интересных изменений в модели копирования, мы комбинируем три техники этого исследования, СИДЖЕЙЧ, МЛП, используем также фишфлюоресцентную гибридизацию ин-ситу, и тут очень-очень маленькая дилеция, она касается только одного гена, КМТ-1, это дилеция 11К, она очень-очень маленькая, и еще интересный случай здесь на уровне флюоресцентной гибридизации ин-ситу, то есть фиш мы видим, мы удивились, что обычно это для нейробластомы нетипично, также вот дилеция, один скип, ну, когда мы использовали технологию МЛП, другие технологии высокого разрешения, амплификация этого конкретного гена присутствует на фоне дилеции всего 11К и ассоциируется с преобразованием в этом региональном отделе, то есть логично предположить, что здесь имеется нейробластома, и хочу вам еще показать достаточно старый слайд, это профиль вариации копирования, он меняется на протяжении эволюции опухоли, когда происходит рецидив, количество этих копий меняется, и мы можем спрогнозировать вторичное бессобытийное выживаемость, и если тут больше рецидив возникает, меняется это количество копий, это прогноз неблагоприятного исхода, здесь мы наблюдаем такой стабильный профиль количества копий без изменений, мне бы хотелось поблагодарить всех сотрудников и благотворительные фонды, которые поддержали меня в моей работе, и хочу вас поблагодарить за внимание, спасибо, большое спасибо, Александр, есть ли какие-то вопросы, если нет вопросов, у меня зато есть сигнатуры генов, написывает различные гены, вы все это сделали, а вы сравнивали с другими сигнатурами генов, пока еще не сравниваю, потому что большие мишени указывают, что может быть микомишени указывают на то, что это может быть микомишени, может быть и так, но мы не проводили такое сравнение с другими сигнатурами, но мы используем математическую биоматическую обработку этих процессов, но это мы смотрим на экспрессии этих генов, но я не сопоставлял их, я до конференции все не сопоставлял с другими сигнатурами, у меня вопрос, я уверен, что вы знаете, но я не знаю, исследование экзонов дает что-то новое в изучении неробластомии, да, вот до этого говорили, я просто здесь не был со мной утра, я объясню вкратце, в конце предыдущего года была опубликована научная статья кельнской группой сандрой, прежде всего они продемонстрировали, что существует две основных причины неблагоприятной нейрообластом, первая аккумуляция теломеразы, активация теломеразы, или альтернативное поддержание теломеров, и вторая причина это активация мутации в метаболических путях рас или активация мутации в ДФРТ-3, но это да, это все известно было уже заранее, раньше уже тоже об этом знали, разве нет? Нет, это новые данные, новые данные вполне релевантные, интересно, что мутации сами по себе не предсказывают так хорошо исход, как если брать их комбинации с данными по теломерам, потому что, например, есть некоторые благоприятные случаи, благоприятные исходы, и, например, есть активация мутации в метаболических путях рас, но демонстрируется постоянная регрессия, при этом, если это интересно, вы можете обратиться к авторам этой статьи, но у вас амплификация мейка, у вас профили мутации, которые могут иметь прогностическую ценность, у вас есть несколько профилей экспрессии, которые тоже могут иметь прогностическую ценность, как вы всем этим управляете, это редкая опухоль, очень сложно найти такой значимый предиктор, потому что у пациентов столько параметров, и вот есть эта редкая опухоль, очень сложно представить, как это может транслироваться на клинические испытания, например, когда вы будете подбирать пациентов и делить их на хорошие прогнозы плохие, как управляете вы всеми ими? Хорошо, я смотрю в микрофон пожалуйста, я может быть прокомментирую это тоже, и в вашей презентации об этом тоже говорилось, я знаю, что если мы скажем, что надо провести 5 анализов для диагноза в клинике, мы этим не всех обрадуем, столько работает, но если мы смотрим на теломиразную активацию, вы можете просто смотреть на экспрессию это вот один диагноз одна пцр она может очень хорошо коррелироваться с активацией теломираз тогда не обязательно смотреть на экзонную активность если вы просто начинаете смотреть на уровень экспрессии очень хорошая корреляция и вы уже как раз сможете сделать диагноз то есть активация теломиразы по себе она очень хорошая имеет прогностическую ценность для такой когорты ну и вообще мультивариатный анализ лучше чем просто самые простые клинические маркеры используют надо смотреть на уровень терт экспрессии да еще один комментарий в ответ на это сандра упоминала также в своей работе есть обзоры деятельности теломираза когда поддержание теломираза комментирует комментирует с этим профилем мутации там по крайней мере 17 генов есть которые коррелируют с предварительно с ранее неизвестными классификаторами классификаторы саргенов классификаторы экспрессии может быть есть такой общий классификатор может быть в который включит в себя предыдущие данные исследования генерированные из данных генерированных прошлых исследования чтобы посмотреть на генные профили на профиль экспрессии все это объединить и может быть может быть такая новая классификация посмотреть на терт Позвольте мне перевести в другое русло. Допустим, вы клиницист, вы проводите клиническое испытание. Как вы создаете дизайн этого клинического испытания? Вы знаете частоту заболевания, вы все знаете. Но на основании этих данных, какое клиническое испытание вы создадите? Вот структура этого диагноза. Потому что мы знаем, что у некоторых таких пациентов хороший прогноз, у других хороший прогноз. Мы планируем включить тот анализ, который мы опубликовали в журнале Science в прошлом году. Мы проводим разные виды анализа. Но я понимаю, что не каждый из больниц может привести весь этот анализ, весь объем. Вот мы смотрим также на Экспрессию ТАРТ. Но мы можем включить амплификацию уровней Экспрессии ТАРТ и модификации. Можем включить поддержание теломеров и также секвенирование. Это такой многокомпонентный анализ. Это то, что мы планируем для клинического испытания, для перспективного исследования. Но тут не будет профилирования Экспрессии. Вы делаете несколько простых типов анализа. Но нет, мы включаем разные Экспрессии. Но смотрим на мутации. Но не будет классификаторов по генным Экспрессиям. Нет, это уже что-то другое должно быть. По классификаторам по генным Экспрессиям используется для групп промежуточного и низкого риска. Но не для высокого. Немецкое, бельгийское исследование будет включать разные классификаторы. Но для пациентов высокого риска мы этого не делаем. Ну, что мы знаем из опухолей у взрослых. Обычно проводится анализ десятки раз, наверное, по классификациям. И только один классификатор у нас переведен. Это классификатор рака молочной железы. Мы чаще имеем с ним дело. И главным образом он использует результаты корректировки клинических параметров. И если вы приняете во внимание клинические параметры, добавленная стоимость этого не очень ясна. Это 20 лет работы. Да, это совершенно другое исследование. Абсолютно другое клиническое испытание. Большое спасибо за ваше внимание. Давайте прервемся ненадолго.